Девушки отдыхают 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 Там жил наш дед. Когда началось раскулачивание, тоже убежал отсюда. Родители наши бежали, бросили дом. После все это сожгли и начинали опять с нуля. И сегодня местные правители говорят, вот вы начинаете, а у вас ничего нет. За что вы беретесь? Это же безумие. Правильно. Но вы-то с чего начинали свои колхозы? Я говорю, у нас комбайны есть. А с того, что нас ограбили, нашу корову отняли, вот наша мама. Она говорит, я выскочила, хоть один раз пнула. А на завтра их посадили, маму мою, в каталажку и говорят, распишись, что мы вас отпустили. А на самом деле написано было, что ты добровольно сдала корову. Она за это и расписалась, а читать не умеет. И получилось, что будто бы она сдала. А на самом деле ограбили. Вот молитвами матери наших близких только и живы. Позернышко собирает. Вышед, подвиняйтесь. Позернышко собирает. Продолжение следует... 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 Я хотел, чтобы потом как-нибудь на литургию особое место обратили и с той стороны, когда будут изнано, зашли. Что такое оглашенный изыдитель? Без этого ничего не будет. У нас снова опять начинают табакуры, пьяницы, блудники, воры, все к нам лезут. Вот женщина приехала, мы опять принять не можем. Из 700 человек, поступивших заявок на Потеряевку после опубликования в центральных газетах, мы разрешили только двоим. Пусть медленно будет, но из этого медленно начнет возрождаться новое. В этом мы уверены. Как предсказали оптинские старцы. Россия должна встать. Разбитый корабль созиждется и пойдет прежним курсом. И Россия будет надеждой мира в духовном плане, а не в материальном. Материально она никогда. Я был в Америке, знай, никогда не догнать Америку. То есть это абсолютно бесполезно. Вот они кучи, глыбы, земли. Варварство. Это они делали селостые ямы и все вырыли. И вот такие пирамиды греха и зла. Это российская действительность. Субтитры создавал DimaTorzok И вот в России получается так. Вавилонский плен за грехи России. Златоуст говорит, зло люди могут делать, но сделать не могут, если ты верен Богу. Здесь надо точки проставить все над И, как говорят. Вина. Главная вина наша. Не надо искать вину ни в немцах, ни в Гитлере, ни в Сталине, ни в Ленине. Они пришли на той волне, которую мы создали своей жизнью. Но вина с них не снимается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот почему у нас распорядок летом. Подъем в пять, отбой в час. Это ежедневно. А Давид говорит псалмопевец, я встану рано. Человек должен научиться вставать рано. Если спит при солнечном свете, а вечером где-то ходит, я называю это воровской режим дня. Иоанн Затауз говорит, праведники ночь превращали в день, молились. А мы день превращаем в ночь. Лежим, как гнилые бревна, давим постель. Это не годится. А сейчас вот. Внезапно все вернулось. И все эти годы работал, и работал, и отработали от чего. Все эти хрящи куда-то, все эти где-нибудь вывихнули. Они же меня выдергивали руки-то. КГБ? Это их органы. Психиатрия. Меня же 26 лет еще психиатрия пытала. Плюс к тому. А это поспрашнее всего, что мир придумал. Когда тебя связывают и накачивают тебя, все у тебя вот это развитое лекарство. Я это испытал, знаю, что такое. Когда криком кричишь, отнимите глаза, отдаю все органы тела, оставьте разум. Все. А он сидит с крестом и еще, еще тебе накачивает и подсказывает, что ты должен сказать. Самое ужасное, что пришлось видеть, это советская психиатрия. Страшнее этого, видимо, ну, антихрист может что-нибудь придумает. А думаю, что вряд ли. Это изобретение. Советская психиатрия должна войти в эру антихриста. Чтобы какими-то психотропными средствами отнять разум, и человек без памяти принял печать. То, думаю, этого не будет. Бог дал человеку свободу, сотворил по образу подобию, и ничего с ним сделать не могут. Это я вот убедился, пройдя по трубам ГУЛАГа. Нужно быть только полностью доверившись к Богу. Когда Бог за тебя, то кто против меня, говорит апостол Павел. В этом я убедился. Вот это беда лежала. Размази-то, а. А где? Вова. Подожди, я возьму ее. Туда? В центр. Туда. Лошадь какой-нибудь держите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть такое выражение Не суди о том, чего не знаешь Вот плетется по дороге нищий Ты по нем от жалости рыдаешь Он же прячет нож за голенищем Не суди о том, чего не знаешь Что лицо суровое у брата Ты его за это осуждаешь У него же душа мигка, как вата Все познается не сразу Надо откровение от Бога Выплакать, выстрадать Я не раз говорил, находясь в лагере Господи, я урок уже усвоил Переводи меня в другой класс Вечером ложись, одни мужики, чужие Сидят от себя здоровых шеи на тебя отбрасывают Он ничего не видит Каждую ночь они там могут друг друга убить Что угодно делают Господи, я все понял Переводи меня в другой класс И вдруг Господь переводит в такой класс Я застонал сразу Не все я усвоил еще У меня обнаруживают затемнение легких Меня сажают в тупдиспансер Вот А там совсем другое пошло Мне кажется, я понял И вдруг Бог дает таких защитников Начальника, медсестру Они за меня сражаются И буквально вырывают меня Уроки Божьи трудно Тяжело проходить Но нужно каждый раз говорить Господи, да будет воля Твоя Только одной верой жил Вот приходим на работу Парень с нами работал Ну, лет 25 Лежит весь в крови Вскрыл себе вены Только сегодня с ним разговаривали Гляжу, сообщает, уже повесился Этого убили Непрерывное Вот каждый день почти что это видишь И что делать? Сломить, убить 50 человек нас привезли И в этот же день на повал все лежат Плохо, что у меня КГБ Бессрочная, это андроповская статья была Кончается срок снова, говорит, навинчивый Страшное дело Это тут можно широко размахивать Да я пойду, да горы сверну Молись, чтобы Бог не покинул Я тоже так думал Спасибо, Господи Господи, Господи, Господи Делаю, Господи, исповедую Не по врагам, то им тайну поверь Не лапзань тебе дам Я кое-вудро нах, разбойник Поведу тебя Примени на гости Да не в суд или в осуждении Будет ли причащение Пречистое к твоей тайне Новое исцеление Души и тела Вот я приехал в Америку После я узнал, что я пока измерян Единственный человек из России За все время существования Русской зарубежной церкви Ездил я за счет миссионерского фонда И внимательно ко всему приглядывался Только по Калифорнии я подсчитал Около 15 тысяч километров проехал На машинах Везде останавливался, смотрел Никакой духовности не увидел И буду криком кричать Только не строить такое общество, как в Америке Это общество, сытости, довольства Все придумано, чтобы хорошо было человеку На этой земле Вот здесь Как будто нет никакой вечности Русский народ Это та самая закваска соль Которая была Богом брошена В страны этого второго, третьего мира Но они этого не поняли И поэтому русский народ Заканчивая свое блуждание по миру Должен вернуться на родину Это я им всем сказал Я им согласно Писанию показал Вы должны вернуться, как пленные Израиля из Вавилона Я страшно тосковал вернуться сюда Все чужое И я понял тоску наших русских людей Бедные Как они страдают Они щепочки одной хотели видеть с родины Хоть что-нибудь Как один умирал, только наказывал В синодии одна рассказывает Привези мне земли на могилку Привези Студенты, когда привезли Она, я, говорит, молюсь теперь все время за них А мать Тереза, знаете Она говорит, бедность наше богатство Научитесь в этом жить Вы видите дети Ну хорошо, они купались в этой мутной воде Но вода чистая, родниковая Не надо багамского песка Они в глине, они окупнулись И опять веселенькие Вот они играют Все Они съели сегодня, допустим, на 10 рублей Кто-то съел на 10 миллионов А Златоуз говорит Ненадежная хранительница, чрево твое Ровно сутки и все провалится А ты душу закладывал за это Ведь как все просто Как-то спорт зашел А я в этом деле упрямый был Кажется, 6 лет учат и никто не знает Я говорю, наверное, можно выучить И взял немецкий язык А в школе не было И за 6 месяцев вышел на разговорный язык Казалось, там немка одна А тут свои немцы А потом среди них выступал Говорил уже, проповедовал И в армии в первую же учебке Достал английский язык И через 6 месяцев тоже вышел На Дель-Лю Аркер Какие газеты доставал Радио там рядом Япония была, на Камчатке был И тут же занялся французским языком Мне это понравилось Потом испанским, греческим А то очень интересно С людьми встречаешься А в Латвию приехал И за полтора месяца По-латышски научился говорить Теперь даже самому смешно Время, сколько потратил на это Ну, Господь дал в руки Евангелие Все это оставил И понял, кроме гордыни В этом нет Совершенство достигнуть Очень трудно в языке Это надо очень много знать Я многие русские слова По сей день еще не знаю В словарь заглядываю Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сказать, что я имею какие-то особые откровения, как вот пророки, нет. Я сын пастуха, как Амос говорит, а не пророк. Вот первый раз меня брали за этот материал. Тайна беззакония в действии. Там предсказано у меня было полностью перестройка, переименование городов с именем Ленина, что эта креатура будет самая презренная, более страшная, чудовищная, чем Гитлер. Вот. И как к этому подойдем? Дальнейший расклад событий. В то время меня они трепали и не хотели даже слушать. А сейчас приезжало большое начальство. Приезжает однажды полковник с КГБ и говорит, вас генерал просит прием. Там местное, краевое. И даже вопросы такие задали. Как вы могли знать, что вот так события будут развиваться? Я 14 лет первый, это не 14 дней. Всю дореволюционную зарубежную литературу исследовал. Кроме того, я глубоко верующий человек исследовал Библию. И вижу, как дальше будет развиваться. Все идет закономерно. Но не по закономерности, которую Маркс предсказал, а так, как написано у Бога. Расклад событий. Чтобы понятнее было, говорю так. Вот вы что-то сфотографировали, показали. И завтра можете показать сегодняшний день. А у Бога наоборот. Мы не родились еще, а у Бога уже там на кинопленку. Это я даю сравнение. И теперь проекция моей жизни, событий мира, идет на землю здесь. У Бога это все уже там давно заснято. И теперь мы должны только соглашаться. Я благодарю тебя, Господи, за все. Самая величайшая трагедия не в России, а мира, это обмерщение православной церкви. Обмерщение. То есть те люди, которые в церковь ходят, практически ничем не отличаются от мирских людей. То есть соль потеряла силу, о чем говорил Христос. Должно быть резкое отделение. Вот был мертвый, и вот ожил. Оглашенные, извините. Якон говорит, повернувшись лицом к алтарю. Оглашенные, те, которые еще не крещеные, которые за грех отлучены, они должны выйти. В это время служба должна остановиться. С тех, которые осквернились, которые не раскаялись, которые не освобождены от греха, вывести, и дверь должна закрыться. Теперь третья часть литургии верных. Это центральный момент всего, что идет на земле. Здесь начинается очищение. Отсюда будет исходить соль, которая будет обеззараживать весь мир. Церковь потеряла эту силу. Раз этого нет, ничего нет. А остальное название колхозы, софхозы, кооперация, это ничего не даст. Ни коммунизм, ни фашизм ничего не даст. Дает только возрождение в Иисусе Христе. Это 3 глава, 16 стих, Евангелие от Иоанна. Мы с этого начали. И вот в этом видим центр всего. Радуйся, благодатная, Богородица, Дева из Тебе, Боже, воссия солнца правды, Христос Бог наш, просвещая сущее во тьме, веселись, и ты старче праведный, прием его объятия освободителя душ наших, дарующих нам воскресенье. Господу помолимся, Господи, о милуй. По имени Твоем, Господи Божий истинный, и народно Твоя Сына, и святаго Твоя Духа, возлагаю руку мою на раба Твоего. Михаила, Сергия, Дмитрия, Игоря, Дмитрия, Александра, Андрея, Максима, Кристина, Лидию, Марию, Александра, Иоанна, Елену, Татьяну, Татьяну, Екатерину, Татьяну, Людмилу, Ольгу, Надежду, Ксению, Надежду, Марию, Ольгу, Тамару и Алифтину. Подобщикся, прибегнути ко святому имени Твоему и подкрыли. Я тщательно занимался этой зимой вопросом о том, когда пришло название Святая Русь. И нашел, что никогда Русь святой не была. Это я могу любому доказать. Это только лишнее звание. Русь никогда не была евангелизирована. Русь никогда не была по-настоящему христианской. И никогда Евангелие не проповедовалось, так как учил Христос. Это еще Николай Семенович Лисков говорил. А он исследовал священнический Семен. И нам нужно вернуться к первой истоку, к первому веку. Живая проповедь Евангелия, вера во Христа и начало жизни все здесь. Если этого не будет, все остальное ничего не даст. Вот все вместе соберутся политики. Они каждый будет только грабить, тащить, обманывать, обольщать, критиковать, но с места не извиняться. Четвертая глава, пожалуйста. Четвертая глава, пожалуйста. И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище, питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и заслоят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. И вот что интересно, если из 60 священников и епископов во время Парижской коммуны у французов осталось верным только два, а остальные поплелись в хвосте за нечестивыми, то у русских оказалось не так. Несмотря на все падение перед революцией, когда наступил момент зайти на Голгофу, из 120 епископов 119 сходят смело и умирают. Мы можем сказать, что небо на 9 десятых состоит из славян. Небо. Из позиции вечности Россия всегда в выигрыше. Да, нас разорили. Но хорошо, эти народы шиковали все эти годы. Они ели золотыми ложками золотых блюд, а мы вместе со свиньями. Но наши люди шли на небо, а те шли в ад. Почему? Да они жили Бога, не искали, они не знали и не видели. Почему сегодня к России обращаются? Почему разные видения даже у католиков и всегда Божья Матерь обращаются опять же на Россию? Верные и неверные видения я не сужу. Но опять же, из России должно восстать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как 20 лет назад деревня наша была разрушена, тут люди деревенские перестали появляться, кроме нас. И когда мы здесь молились, рядом стояла пастушья избушка, тут приезжали партийные работники, у них свое местное шоу было, смотреть, как мы молимся. Вот. Ну а потом стали у нас постоянные вот эти палатки. А здесь кто к нам приедет, из священников, нам хотелось, чтобы их не видели, потому что приезжала милиция, у детей все справки о дне рождения, кто, откуда, когда. И искали все время преступников. Вот где-то из тюрьмы сбежали люди, не у вас они скрываются. Ну, такой трафарет мышления. А нам нужно было людей сохранить, приезжающих с Украины, с Грузии. И мы занялись подготовкой подземной церкви. И все это ведрами копали. А после детей, когда заводили, то подготавливали их к этому. Вот у нас есть тайна какая-то, умеете хранить, как первые христиане в катакомбах скрывались. И вот, сейчас я покажу первый подвал, и он у нас скрывался. Здесь огромная навозная куча, где глина, мы ее скрывали под землей, после резали коноплю, все сажали осенью, чтобы не видно. А то иначе у нас-то засохшие будут ставить будыльки-то, они найдут. Вот. И если кто в подвал первый опустится, то там набросали дров и больших бревен кривых. А они ленивые, они не будут их убирать, бревна-то. А под ними создавали как бы маленький настил деревянный, если будут, то ложный настил. Но в одном месте настил этот разбирался, и шел шурф вниз. Вот я его тоже сейчас покажу. Это уже, ну, скажем, первые находили. Вот подвал, вот он. Один год они нашли. Выбросили оттуда немножко дров, и на этом остановились. А в самом конце доска, и под доской начинался шурф вниз идти. И если человек в этот шурф все-таки попадал, там находились продукты. И стена, ну, уже в одном месте было там задвижку сделать, тогда стена убиралась. И тогда открывался тоннель выше роста человеческого, и по стенам там уже горят светильники у нас, и деревянный пол. И тогда это шло дальше, и туннель под землей уходил. Все это ведрами ночами копали, и копали, и копали, чтобы ни одна душа этого не знала. Второй шурф никто не нашел, а к третьему даже не приблизились. Хотя каждую почти неделю приезжали органы КГБ, были, следили, и после нас со щупами, сломами все разыскивали. Но мы делали небольшие кладовки в разных местах, ну, примерно восемь. Два находили, примерно так. А остальное сохранялось. Что-то от мышей пропадало, что-то от сырости. Вот зайдите сюда, пожалуйста, посмотрите. Это первая часть подвал. Самое трудное было подготовить детей к этому. Дети так жаждали сохранить тайну, и от тех, кому не доверяли, они ее хранили. Ну, можно было намеками догадаться, что они что-то знают. Они настолько вели себя осторожно. И когда там молились, вот придет Антихрист, будет мучить. Нам нужно выстоять, быть первыми христианами на небе. Это малые дети, они рыдали и плакали. Господи, дай сил устоять. Дай сил устоять. Я вот сегодня работал и думал, когда у отца Акима снимали, это мне пришлось по отвесу смотреть. И вспомнилась мне книга порока Захарии, которая много пророчится во Христе, что Бог сам держит отвес в своей руке, отвес, потом вы увидите это, и сам смотрит, прямо стоит строение или нет. Настоящий строитель только плотник из Назарета, Христос. А мы только его помощники. И Бог смотрит, прямо ли возводится здание или косо. И когда на пруд воды, как говорит Евангелие, устоит ли сей дом, на каком камне строят. Но есть такое робкое пророчество, что Россия должна встать. Что Божий отвес где-то все-таки находит вертикально стоящих. Но где это, Бог его знает. Думаю, что Господь позволил все это испытать, чтобы смирить гордыню. В первую очередь, это для меня. Я свободно здороваюсь, ничего на сердце не имею против КГБшников. Когда освободился, они в первый же день ко мне прибежали. Прямо сразу же. И меня нет, я пошел паспорт получать. Надежда Васильевна спрашивает, а он не обижается на нас? Она говорит, да он же и христианин. Нет, вот молодец. Они меня похвалили. То есть ясно, что я готовился в детстве быть террористом, убивать их, пока меня не убьют. Это Бог отвел в сторону, а сказал, смотри на себя, виновен во всем ты. Есть сионизм, есть масоны, есть враги России, убийцы царя, все это есть. Но каждый понесет свое бремя. Виновен я. Как у Толстого один может говорить, все в тобе. И вот это все в тобе я нашел в себе. Но не надо правду вскрывать. Нужно назвать все фамилии, кто разрушал природу, кто расстрелил царя, какой они были нацией, народ должен знать. Но только ни на кого не злиться, никого не выгонять. И немцы, и евреи все нам нужны. Мы все живем на Господней земле. Нет земли русской, нет земли немецкой. Есть ангел данный хранить этот народ. А остальное Бог земли перекраивает, Бог допускает. Великие, малые, святые, Руси, Германии, все это рушится. Вещен Бог и правда его. Вот так. Я гляжу, когда солнце скрывается, видел брошюрку и лучи оттуда, и заголовок Господь грядет. Мы должны так жить, как будто сегодня Господь придет. Жить так, как завтра уже начнется суд Божий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok